Глава восьмая. Женская месть. Наступил сентябрь. После отпуска на юге Ева вернулась к работе и повседневной жизни. Трудовые будни пролетали так же быстро, как и редкие выходные. Она быстро втянулась в привычный ритм и стала постепенно забывать и Алекса, и новых знакомых из города ветров. Мало-помалу все их созвоны и переписка сошли на нет. Как обычно, с утра она ехала на работу, а вечером занималась в спортзале, где и встречалась со своими друзьями. После занятий они чаще всего шли куда-нибудь посидеть, поговорить и выпить протеиновый коктейль, а на выходных танцевали допоздна в каком-нибудь клубе, развлекались, не позволяя себе ничего лишнего. Тем вечером Ева, как обычно, пришла домой поздно, открыла планшет, чтобы проверить почту и обнаружила там электронное письмо. Она выбрала опцию принять сообщение и прочла «Привет», две точки, «Как отдыхалась в моем городе?» два вопросительных знака. Изучив немало книг по психологии общения, Ева знала, что двойная пунктуация в переписке указывает на склонность того, кто так пишет, ко лжи. Обычный человек просто поставит одну точку и один знак вопроса, ведь у него нет намерения в чем-то обмануть своего собеседника. Осознание того, что ее опять дергают за невидимые нити, как марионетку, нахлынула на Еву в тот момент, когда она прочла сообщение от «неизвестного» в кавычках. Как же так? Ведь она наглухо заблокировала его во всех своих соцсетях, везде, где только можно. И тем не менее, он опять ее беспокоит, пролезая через какие-то потайные щели, как мелкий таракан. В прошлый раз он неожиданно позвонил со скрытого номера под предлогом поздравить с днем рождения и эмоционально так ее расшатал, что после этого девушка еще долго ощущала себя раздавленной и опустошенной. И вот он снова нагло вторгается в ее жизнь, проверяя, что она к нему чувствует и давая понять, что он никуда не делся, он здесь. Марк надеялся раскрутить ее на эмоции и в этот раз, хотя любой нормальный человек просто ушел бы и жил себе дальше, не вспоминая прошлого. Но он же не такой, как все. Поэтому после разрыва отношений снова сделал попытку выйти на связь и вернуть ее. То есть вот так ненавязчиво дать знать о себе коротким сообщением типа привет или лайком под фотографией. Это обычно случается, когда ты уже не думаешь о нем и твоя жизнь наконец-то вернулась в привычное русло. И тут он вдруг стучится снова, чтобы проверить, можешь ли ты дать ему еще хоть что-нибудь? Причем негативные эмоции ему тоже сойдут за эмоциональную подпитку. Этот ресурс даже вкуснее и слаще, чем позитивный. Значит ли его вопрос, как ей отдыхалось в его городе, что Марк следит за ней со своих фейковых страниц в интернет-сети и знает о всех ее передвижениях, где она отдыхает и с кем проводит время? Скорее всего, да. Сама Ева Марком не интересовалась с тех пор, как заблокировала все его телефонные номера и страницы в соцсетях. Ее жизнь была насыщенной и без него, так что в какой-то момент она осознала, что жизнь Марка ей настолько безразлична, как будто он давно умер или улетел жить на Марс, как он когда-то в шутку или всерьез мечтал. Ева сидела и вспоминала те тревожные моменты, когда она недооценила опасность. Ей нужно было как можно быстрее бежать от манипулятора, который с легкостью мог разрушить ее жизнь. Он часто лгал ей, объясняя свое долгое отсутствие тем, что переболел короной, в кавычках. Он показывал ей какие-то липовые справки о болезни, на которых стояла дата его рождения, но год был другой, на три меньше. А имя он прикрывал рукой. Ева спросила тогда, «Тебе ведь уже исполнилось сорок пять в прошлом году. Помнишь, ты сам говорил год назад, что в сорок пять баба ягодка опять?» А на справке стоит совсем другая дата. На что он ответил, «Нет, мол, ему недавно исполнилось всего лишь сорок два, и он совсем еще малолетка». В скобках. Так он себя назвал. И она все перепутала. На заставке его телефона Ева часто видела лица разных девушек, которые менялись с завидной регулярностью. А когда она спрашивала, кто это, он ее втолковывал, что это либо его племянница, либо дочь друга, либо просто давняя знакомая победительница конкурса красоты. Ты, мол, не понимаешь, мы с ней просто друзья. Похоже на то, что он пытался вызвать у нее ревность и показать, как он популярен у других женщин. Он даже слал ей скриншоты переписки со своей женой, от которой якобы ушел и возвращаться к ней не собирался. Они с женой как бы в ссоре. Он добровольно изолировал себя от семьи и живет сейчас, как отшельник, в недостроенном доме, потому как ковид очень заразен. Вот он и заразился уже в который раз и не хочет, чтобы из-за него кто-то еще заболел. И только собака его понимает и ему сочувствует, поскольку никого, кроме собаки, рядом нет, и некому даже привезти лекарство и подать кружку воды страждущему. Ведь он так несчастен и так одинок, ему катастрофически не хватает любви и понимания. А без них он не выживет и умрет в одиночестве от неизвестной ему болезни. Непонятно с какой целью, но он тогда же пересылал ей переписку с лучшим другом, который однажды спас ему жизнь и был самым близким и самым понимающим в те давние времена. Но во время болезни совсем от него отвернулся и ни разу не приехал навестить. Этот приятель в последнее время стал таким безразличным к своему лучшему другу, вероятно, по причине женитьбы на богатой даме средних лет. У друга теперь есть огромный дом, много акров земли и большой бизнес. Эта дамочка купила другу в подарок красненькую машинку 1952 года выпуска, а он в ответ как бы подарил ей золотое кольцо с камнем в четыре карата. Ну как подарил, он помог выбрать, а она сама за него расплатилась. Очень жаль, что очередная жена его лучшего друга оказалась алкоголичкой в кавычках. Мало того, что она пьет безбожно, так и он вместе с нею попивает, и нужно срочно его спасать. Хоть этот самый друг и выручал его в трудные моменты, и практически на руках выносил с поля боя, а также выносил на руках в прямом смысле, когда Марк попал в госпиталь с приступом аппендицита и друг тащил на себе его почти бездыханное тело в машину. Зато именно сейчас, когда этому товарищу живется так хорошо и сытно, будет не лишним проявить к нему холодность и поиграть в молчанку типа «Я буду молчать, а ты задумайся над своим плохим поведением и сделай так, чтобы я тебя услышал». Было похоже, что Марк завидует своему другу, завидует тому, что это не ему подарили раритетный автомобиль и не ему в наследство достанется большой особняк, сотня акров земли и успешный бизнес «Случись что с женой-алкоголичкой» в кавычках. Слова «Я тебя услышал» и «Меня здесь никто не слышит» были самыми распространенными в лексиконе Марка, а коронной была фраза «Я позвоню своим адвокатам». Складывалось впечатление, что за его спиной стоит целая армия правозащитников, готовых прийти на помощь по первому зову и оградить столь важного клиента от всех жизненных неурядиц. И вообще, почти все его окружение, как он любил сам повторять, состоит из воров, алкоголиков и игрозависимых. Да и партнерам по бизнесу он тоже не вполне доверяет, а адвокаты ему нужны, чтобы в любом непредвиденном случае обезопасить себя и свои деньги от всех этих проходимцев. Кстати, пора уже менять это сомнительное общество на более перспективное и как можно быстрее найти себе новых компаньонов, вроде того золотого магната, с которым он недавно познакомился у друзей и которому уже стал просто необходим, как воздух. Этот олигарх пригласил его на приватную вечеринку для самых избранных персон и осыпал там золотой пылью, потому что он имеет завод по производству пищевого золота и хочет сотрудничать именно с такими успешными людьми, как Марк. Следовательно, он пытался внушить Еве, что Марик не такой, как все. Он выше всех этих обычных людей с их непроходимой бедностью и тупостью. И к тому же он незаменим как в жизни, так и в бизнесе. Только теперь Ева разобралась, что ее герой имеет какое-то душевное расстройство. Он постоянно искажает действительность, искренне веря своим же выдумкам и наслаждаясь своей воображаемой грандиозностью. А раньше она смотрела на все происходящее как бы сквозь призму, слушала небылицы Марка, но не понимала, что все, о чем он говорит, всего лишь плод его изломанного воображения. А еще был случай, когда они ехали однажды по городу, и Марк указал рукой на люксовое авто, заметив, что у него дома в гараже стоит такое же. Ева спросила, что за Марка у этого автомобиля, и он ответил – Корветт. Она тогда специально запомнила Марку машины и даже записала, потому что таких автомобилей класса Суприм в их городе практически не было. А позже, когда она спросила, прокатит ли он ее на своем новеньком Корветте, он, очень удивившись, ответил – Какой еще Корветт? У меня дома стоит Мустанг. Я никогда не говорил, что у меня есть Корветт. Он перевирал все события так умело, что Ева терялась, а вдруг ей послышалось или она что-то перепутала и не знала, что ему ответить. Врал он, как дышал, самозабвенно и часто. Придумывал разные невероятные истории о своих грандиозных достижениях и о том, как он востребован. Часто он так завирался и путался, что подловить его не составляло особого труда, но у него и на этот случай был заготовлен шаблон. Он говорил – Ты неправильно все поняла. Я не это имел в виду. А его частые исчезновения надолго и всерьез совершенно выбивали почву из-под ног. Наверное, таким образом он хотел ее приручить, либо наказать за то, что она задает слишком много вопросов и изредка порывается выяснить с ним отношения. После их ссор и его длительного отсутствия он появлялся как бы из ниоткуда и продолжал с ней общаться, будто ничего не произошло, разыгрывая из себя идеального мужчину. Много раз он игнорировал сообщения от Евы, неделями не отвечая на них, либо отписавшись коротко – ОК. Ева еще тогда начала замечать, что своим поведением он расшатывает ей психику и лживыми словами вызывает бурные эмоции. Было похоже, что эти ее эмоциональные всплески подпитывают эго неуверенного в себе существа. Но когда они встречались, ей казалось, что все нормально, что так и должно быть в отношениях между двумя, ведь любовь – это страдание, не так ли? Однако, Ева была девушкой с характером. До встречи с Марком она никому не позволяла помыкать ею, да и ему не позволит. Возможно, именно поэтому они в последнее время стали общаться, как будто под напряжением и часто ссорятся. Марк старался перевернуть ее восприятие реальности и вызвать чувство вины, а она не велась на его неадекватные выпады и обличала ложь в его словах. На каком-то этапе их отношений Ева четко осознала, что он уже втянул ее в свою игру без правил и каких-либо моральных принципов. Он просто играет ею, как дорогой куклой, которую вскоре сломает и тут же найдет себе другую на замену. Ведь именно так он поступал с дорогими вещами, которые сам себе покупал и которыми играл, как малое дитя, вначале с задором, а потом терял к ним интерес, портил и выбрасывал. Он гордился тем, что сломал квадроцикл, утопил джетски и обменял моторную яхту на гоночный автомобиль и часто об этом всем рассказывал. Ева сама не понимала, как и когда она переступила невидимую черту и оказалась втянутой в водоворот его желаний. Хорошо, что через какое-то время она нашла в себе силы выбраться из болота на вождение и понять, что в его опасной игре нет границ. Дальше только липкая бездна. Эта безумная игра может стать разрушительной для всех, а не только для нее. И тогда девушка решила бросить все свои силы в последнюю схватку с манипулятором, разорвав бесконечный круг иллюзий и обмана. Она легко может перехитрить «хищника», опередив его на несколько шагов и использовав его же приемы и методы. Она хотела бы сделать это тонко, на полную мощность включить в свой женский магнетизм, использовать логику как стратегию против безумия и хаоса. Глава девятая. Игра окончена. В тот день, когда он позвонил ей и тихим печальным голосом сказал, что просто хотел бы с ней поужинать, все обсудить и еще раз вглянуть в ее прекрасные глаза. Она неспешно и тщательно собралась и поехала навстречу с ним по одной лишь причине. Она желала отыграться. Ева хотела доказать самой себе, что у нее есть сильный иммунитет к его неадекватным действиям и что его чары на нее давно уже не действуют. Кроме того, она приготовила ему сомнительный сюрприз, ведь он так любит сюрпризы. Пусть этот подарок с подвохом будет ему неприятен. Она очень хотела увидеть слезы раскаяния в его глазах. Они прибыли в тот же отель в горах с живописным видом на судоходную реку, в котором уже однажды отдыхали. День клонился к вечеру, и солнце красиво садилось за горы, легко касаясь верхушек деревьев яркими сполохами заката. Он и она прошли в первоклассный ресторан с уютной обстановкой и большими в пол окнами с видом на синюю реку и темно-зеленый лес. Ева заметила, что сегодня она очень ярко воспринимает все цвета, как будто сама находится под каким-то допингом. Она точно знала, что именно вызывает у нее сегодня чувство эйфории и заставляет ее сердце биться вдвое быстрее. Это, конечно же, желание одержать победу над заядлым игроком и вывести его на чистую воду, сорвав при этом все маски. Пришло время сказать ему, что она тоже играла в его игру и просчитывала все его ходы наперед. Она знала, чем закончится этот поединок и для него, и для нее. Хотя кто может предсказать, что выкинет неадекватный человек, ведь его действия и реакции непредсказуемы даже для него самого. Им управляют импульсы и к его поступкам нельзя применить логику. Тем не менее, все действия манипулятора проходят по одному и тому же неписанному сценарию. Вначале обольстить свою жертву, устроив ей сахарное шоу, затем раскачать ее на эмоции, а после использовать по полной, высосав до дна все ресурсы и в финале беспощадно уничтожить, обезличив и обесценив при этом. Они усели за столик в ресторане, и Ева решила начать разговор нейтрально. Марк, как тебе моя новая песня? Я с тобой. Так я назвала нашу с тобой песню. Она о любви и о дружбе. Жаль, конечно, что ты не спел со мною, ведь у тебя такой красивый голос, и ты мог бы почитать для меня рэп в куплетах. Я так долго искала человека, который мог бы это сделать, но так и не нашла. Песня ничего, слушать можно, но я не верю, что ты сама все сочинила, и слова, и мелодию. Думаю, ты просто скачала музыку с каких-то сайтов. Со мной, разумеется, эта песня звучала бы много лучше, пафосно ответил Марк. Марк, ты серьезно? Вот так взять и одним предложением обесценить весь мой труд. Песню, над которой я работала несколько месяцев. Ева слушала и анализировала каждое его слово, будучи решительно настроенной на борьбу с манипулятором. Сегодня настроение у нее воинственное. Наконец-то она изобличит хищника, обнажив его хладнокровие и бездушие. Да, жаль, конечно, что ты не поехал тогда со мной в студию звукозаписи, хотя я тебя так много раз об этом просила. Ты разрушил мой мир своим отказом. Я так плакала, сидя в студии у Василия, а он меня утешал. Говорил мне, не плачь, Ева, у тебя все получится, продолжала она. Марк только ухмыльнулся в ответ. Ему было приятно слышать, что он разрушил чей-то мир и растоптал чью-то мечту. Хотя на самом деле Ева прекрасно обошлась и без него, потому что ее голос в этой песне звучал более органично, чем мужской, как в припеве, так и в чтении стихов в куплетах. Марк подвинул свой стул поближе к столу и наклонился к ее лицу так, что она в каких-то нескольких сантиметрах от себя могла четко видеть его темные бездушные глаза и натянутую голливудскую улыбку. А ведь когда-то он казался ей образцом совершенства, красоты и мужества. Раньше она замечала и маленькие морщинки в уголках его губ, и зеленоватый оттенок его глаз, в которых отражался солнечный свет, и она сама. А сейчас его глаза были чересчур холодными и отражали только пустоту. «Ты все еще меня любишь!» Хищно осклабился он. У Марка зазвонил телефон, и он, схватив трубку и, не глядя на экран, резко ответил «Да, кто это?» При этом он, сам того не ожидая, разрядил напряжение и разрушил свои же чары, которые пытался на нее навести. «Навождение какое-то! Что это было? Гипноз?» – подумала Ева. «Спасибо тому, кто позвонил. Уже в который раз я опять чуть было не повелась на идеальную дорогостоящую улыбку и разящий магнетизм этого иллюзиониста. Ведь знала же, каким он бывает опасным в те моменты, когда остаешься с ним наедине. Он, как всегда в своем репертуаре, пытается навести морок и во что бы то ни стало покорить дамское сердце. Ничего не изменилось с их последней встречи. Он включает весь свой потенциал и прилагает все усилия, чтобы красивые, умные женщины сходили по нему с ума». Она поднялась из-за стола и направилась к двери. Ей стало тошно от того, что он, как опытный игрок, опять дразнит ее, пытаясь обаять своей неотразимостью и одновременно унижает своим невниманием и притворной занятостью, постоянно разговаривая и переписываясь с кем-то по телефону. Она встала, чтобы уйти, но Марк молниеносно вскочил и преградил ей дорогу к выходу. «Не уходи!» – одними губами беззвучно произнес он. «Я сейчас вернусь!» – также одними губами ответила она и, обойдя его, выбежала из ресторана на улицу, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Выйдя на задний дворик отеля, Ева уселась в плетеное кресло возле костра и взглянула на потевневшее небо и реку. «Что со мной?» – размышляла она. «Я опять подверглась его манипуляциям, хотя и знаю, что он лжец и притворщик. Он не в состоянии любить, жалеть и ценить кого-либо. Для него любовь – это причинение боли и страданий. В его душе зияет огромная черная дыра, куда он как в топку бросает людей с их чувствами, эмоциями, мечтами и желаниями». Однажды Ева спросила Марка «Ты знаешь, о чем я мечтаю?» На что нормальный, адекватный человек задал бы встречный вопрос «О чем?». Но Марк почему-то вспылил «Кому? Какое дело? О чем ты мечтаешь? Вот у меня никто не спросил, о чем мечтаю я». «Прости меня, Марк, а какая твоя мечта?» Тут же вернула ему вопрос Ева. И он в ответ начал плести какую-то чушь и разглагольствовать о том, как он вскоре станет миллиардером и поедет в разные страны, и построит много домов, и купит себе много-премного всего самого дорогого и престижного. Мечту свою он так и не озвучил, а просто в размытой форме начал философствовать о смысле жизни. То есть выводы можно было сделать еще тогда и порвать с ним окончательно. Теперь вот ягодки созрели, кушай, Ева, даже если они стали для тебя нереально горькими. Для себя Ева уже твердо решила, что выходит из игры. Пусть даже с большими потерями, но она сделает это именно сегодня. Она просто закроет этот ящик Пандоры и уйдет, не обернувшись назад. Она должна объяснить ему, что дальнейшие его попытки хоть как-то зацепить ее чувства и всякие манипулятивные действия абсолютно ей безразличны, и что это будет их самая последняя встреча. Игра окончена. Она не станет ему мстить и расплачиваться с ним его монетой. Пусть все обиды и унижения останутся на его совести. Она могла бы причинить ему много боли, но не будет этого делать, ведь у нее есть душа и чувства. У него тоже они есть, но он их использует, чтобы подчинять себя, себе, других людей и делать их своими марионетками. В это время, пока Ева сидела на улице у огня и думала, Марк вышел к ней и присел на стоявшее рядом кресло. Он больше не казался ей эдаким сногсшибательным альфа-самцом и уже не выглядел так привлекательно, как раньше. Сейчас он так напомнил Еве рептилию с холодными глазами, что она вздрогнула, испытав к нему отвращение. «Ты чего убежала?» – приторным голосом спросил он. «Да вот, любуюсь видами», – размыто ответила она на его вопрос. «Может, заночуем в этом отеле?» «Время уже позднее, и я устал». Голос его был слишком сладким, и было видно, как бездарно он играет роль Дон Джоана, соблазнителя женщин. «Спасибо, Марк. Я тоже очень устала, и прямо сейчас поеду домой. Люблю ночевать дома». «Ну, как хочешь. Поехали тогда. Мне надо еще попасть в офис сегодня». Голос его из сладкого стал пресным. Он встал и быстрым шагом направился в сторону парковки. Было заметно, что он нервничает, и что ему не нравится ее поведение. Уж слишком независимо она себя вела сегодня, и не реагировала восторгом на приглашение к ужину и на его показную близость. «Ведь он же рядом, такой совершенный, такой неотразимый. Он так долго летел, чтобы увидеться с ней и поговорить, а она так его обломала, отказавшись остаться на ночь в этом отеле». Они сели в машину, и Ева достала заднего сиденья, обернутый в блестящую упаковку прямоугольной формы пакет, в котором и было спрятано ее секретное оружие борьбы с манипулятором. «Марк, посмотри, я хочу тебе кое-что подарить». «Что это?» Он схватил подарок и с нетерпением стал рвать упаковку, как ребенок, которому не терпится увидеть, что внутри. «Это твой портрет, Марк. Я нарисовала его давно, но все не было возможности тебе его передать». Марк наконец-то добрался до того, что было внутри упаковки. Он достал из бумажной обертки карандашный рисунок в рамке, на котором был изображен он сам в обнимку со своей собакой охотничьей породы. На портрете, нарисованном Евой, глаза Марка светились добротой и любовью, чего явно не доставало ему в жизни. Он не умел никого любить, кроме себя самого. Это себя он боготворил и одаривал всеми земными благами. Лучистые глаза цвета морских водорослей видела только Ева, потому что она была когда-то чрезмерно влюблена в этого мужчину. Эту доброту глаз она отразила в своем рисунке. Пусть он знает, что добро и любовь существуют. Она увидела, что Марку невыносимо смотреть в глаза своему нарисованному образу. И он отвернулся к окну, чтобы не видеть портрета. «Это еще не все», – сказала Ева. И, взяв из рук Марка портрет, раскрыла рамку и вытащила рисунок из-под стекла. «Посмотри, что написано на обороте». «The game is over. Игра окончена», – прочитал Марк. Надпись на обороте его словно по щеке хлестнула. Он изменился в лице. Одним резким движением Марк забросил портрет на заднее сиденье так, что стекло разбилось, и осколки брызнули во все стороны. Он повернул к Еве свое другое лицо, как будто с него слетела маска, и она увидела слезы в его глазах. Но это не были слезы, раскаяния, как она мечтала увидеть, когда заранее готовила ему этот сюрприз. Это были слезы, злости и обиды. Она просто его разозлила, и ей даже в какой-то момент стало страшно, что он может поднять на нее руку, ведь он абсолютно непредсказуем. «Ты такая же, как все!» – с обидой в голосе вскричал он. «Ты алчная и жестокая! Ты все это время была со мной только из-за денег. Больше тебе от меня ничего не нужно, а раз так, то мы разбегаемся. Мне нечего тебе больше предложить». «Ну, раз я такая же, как все, значит, я не идеальная. Мне тоже больше нечего дать тебе, Марк, ведь когда-то я искренне тебя любила, дарила тепло и нежность близкому мне человеку. Я отдавала тебе все, что у меня было. Ты сказала, любила? Значит, больше не любишь? Я тебе не верю. Это ты играла моими чувствами. Ты сама манипулятор. Ты вампир. Высосала из меня все, что смогла». И Ева не ответила. Любые слова были бы сейчас бесполезны. Маска сорвана, и хищник показал свое настоящее лицо. Дальнейшее его провоцирование может стать опасным для жизни. «Поехали, я отвезу тебя домой», – злобно бросил он ей. «Не бойся, я тебя не трону, я не бью женщин. Просто никому не позволено так со мной разговаривать и поступать. Можешь не рассчитывать, что мы когда-то еще увидимся». Марк рванул машину и, скрипя тормозами, шумно выехал с парковки на трассу. Ева молча смотрела в окно, а он непрестанно кому-то названивал. То мягко и заискивающе ворковал с клиентами, то грубо и на высоких тонах отчитывал своих подчиненных. Ева даже чуть побаивалась, как бы он не устроил аварию и не врезался во что-то в таком возбужденном состоянии. Слава Богу, домой он ее довез без происшествий, не считая того, что всю дорогу до ее дома мчал на высокой скорости и громко орал в свой наушник. Он высадил ее возле дома и понесся в обратную сторону, свизгом рванув с места и дрифтуя на повороте. «Очень надеюсь, что это был последний привет манипулятора. Его чары на меня больше не действуют». «Что уже можно считать хорошим знаком?» «Лицедей, который меняет маски одну за другой и распыляет вокруг себя негативную энергию, больше не существует в моей жизни. Кукловод умер. Представление окончено». Ева равнодушно посмотрела вслед исчезнувшей в выхлопных газах машине манипулятора и зашла в свой дом, где было тихо, надежно и безопасно. Конечно, на этом было, можно бы закончить уже мой роман, но не тут-то было. Впереди его ждет еще одно очень интересное приключение. Слушайте продолжение. Глава 10 и эпилог. Продолжение следует...